Лена, и вот теперь представь себе, значит, женскому образу в твоей песне, который пел «Забыть его хочу», ответ из мужского образа следующей песни «Нет, я ничего не забыл». Песня, да, которую Алексей представит, это песня «Монолог» о несостоявшейся любви. Пожалуйста, Алексей. Да, эта песня написана теми же авторами, которые написали знаменитую «Вечную любовь». Это Жорж Гарваренс, Шарль Азнавур, но они еще и родственники, оба армяне. Замечательная поэзия и замечательная музыка Шарль Азнавура. Ну, песня «Монолог», и надо представить, что это происходит вообще в кафе. Просто человек зашел в кафе и вдруг случайно увидел ту, которую он когда-то любил. Они друг друга любили, очень была такая любовь, они уже шли к свадьбе. Но отец вмешался, отец этой девушки недавно разбил их любовь. Ну, и, видимо, эти чувства еще как-то сохранились. И вот такая случайная встреча, о которой поется в этой песне. Я потом в чате выставлю уже саму эту песню с субтитрами, там уже параллельно идти к каждой фразе, перевод на русский язык, чтобы было понятно, что песня, мягко говоря, не короткая. Ну, пожалуйста, послушайте. Ну, он же, сейчас скажу по-французски, он же «Нерге ублие». Ублие. Нет, я ничего не забыл. Так она называется. Пожалуйста. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот я так правильно поняла, нет, у них опять ничего не сложилось, да? Ну да, он там в конце просто говорит, мере так хорошо, что вот мы встретились, но так вот уже жизнь прошла, но если я бы хотел бы еще с тобой встретиться, если это возможно, я не настаиваю, но если ты свободна, если ты хочешь, если ты тоже не забыла, как и я не забыл, ну как бы... Ну надежда осталась, да? Желание, надежда вернуть это все, но нож уже не вернется, потому что годы прошли уже, с семьей там уже... Ну ты очень хорошо в конце передал вот это, что я так и поняла, что да, опять не сложилось. Спасибо тебе за те образы, которые ты создаешь, ты так переживаешь всегда вот эту песню, вот надо поучиться, очень замечательно, спасибо большое. Спасибо большое. Реша, хочу отметить один такой факт. У всех присутствующих есть такой инструмент, он называется развивать навыки. Знаете, там есть один девятнадцатый урок «Затронуть сердце». Я не знаю французский, но то, как ты использовал вот этот урок и теплоту, я бы просто поражал, у меня не было слов, просто так было. Спасибо. Спасибо, Туфе, большое. Спасибо за добрые слова. Я, ну, как бы с удовольствием хотел, не то чтобы проэкспериментировать, я не знал, как это воспримется вообще, во-первых, песня «На длинная», как вы заметили, да, где-то семь минут почти идет. Но я просто, когда раньше слышал, вот «Ознавор» это «Вечная любовь», какие-то еще и другие произведения, но эта песня какая-то, она каким-то особенным таким идет. Такая песня-монолог, как бы разговор и музыка, там, музыка мне всегда очень нравилась, музыка прекрасная, все подголоски, всегда хотелось ее исполнить. Ну, а так как это текст большой, длинный, там, и, конечно, надо было каждую фразу понять, разобрать, перевести. Да, большая работа очень, Алексей, я так подумал, семь минут разбирался с французским текстом, и где-то монолог, где-то кульминационное пение, такие были всплески чувств, где-то разговор, воспоминания. А сам язык настолько интересен, извини, что я теперь перебил, сам язык настолько интересен, что в этом тексте я нашел столько слов, думаю, что ж такие ассоциации. Оказывается, у нас русский язык, он из множества состоит французских слов. Очень много французских слов в русском языке. Но если бы ты еще не был бы артистом, то твое пение бы так бы не звучало, понимаешь? Да. Спасибо большое, дорогой. Скоро, наверное, Женя начнет всем уроки давать. Уроки? Какие? Из учебника. Спасибо, да. Спасибо. Иногда мы действительно вспоминаем прошлое, не можем что-то забыть, нам хочется вспомнить. Но, наверное, чаще всего мы мечтаем о будущем. И как прекрасно, что есть у нас и такие песни о будущем, о котором хочется помечтать. Я думаю, что мы не можем помечтать. Продолжение следует...